Так, все, Стоп-Стар сделал. Так, ну так как демага начал я к блаю. Возьмите эти ручки. Так, ну в той игре пробка была бы Может, кстати, и была Просто сейчас контроля не хватает Так-то победа чистой воды Надо немножечко потрениться Это реально не игроки Это реально говно Я не играю, вообще не играю Вот так вот играют То есть если Если немножечко хотя бы поиграть То это уже будет все там где-то сзади Так, название правильное стрима Да, название вроде правильное у меня Да, все нормально Так, ну... Так, ну... Так, не успел написать G-Play Архангел Кто такой я, хз? Блин, я с другим аккаунтом зашел Ну ладно, я тут пару их тогда постреблю на этом акке А потом... А потом, соответственно, на другом воруюсь Так, в лачку прыгнул, забыл, я хотел вам сетку показать Вот сетка, пацаны Главное, чтобы наши зерги далеко проходили Вот Короче, братва, как обычная просьба Подписываться на премиум Отключайте адлуки Поддерживайте меня и мой канал По реквизинтам, они через плеер Блай решил, что с каким-то G-Play Архангелом Нужно сыграть сверхбыстрых роучей с мейна Вот сейчас G-Play Архангел, Блай, она если накажет То это все будет по делу Какая ЦЦеха? Ты что делаешь-то, блин? Я за Блай, конечно, болею Ну, ема Нельзя же так тупить-то Вот прикиньте просто От момента Старкрафт Обратите внимание вот на это Я на этом заостряю детали Потому что, ну, навряд ли вы от какого-нибудь там другого Комментатора вообще из русского Русского Старкрафта Это услышите вообще Вот Только что Тиран разведал Роуч Ворон И я всегда даже к этому уроке Кто-то там что-то там учу Берет там Это объясняю В Старкрафте нужно Каждую секундочку обтачивать То есть достраивают у вас барак Рипера заказывайте И ЦЦ-щечку Задрочите, чтобы одновременно это делалось Это ключевой момент И сейчас Видит, блин, Роуч Ворон Понимает, что Олен Начинает какие-то факты Ставит тупить Моментально факту Сразу факту Бараком перелетел Лабу То есть максимально сократить Время до танка Потому что здесь танк 10 секунд разницы Можно выиграть в хлам Или проиграть Вообще Вот по таким билдам И все Здесь ни о каких танках Вообще речи нет Если бы нормально Все Тиран сделал У него точно Наполовину был готов И сразу бы второй бункер напилил В итоге Он просто Ну, нечем ему отбиваться В пике моего уровня Не было никакого ММР вообще В принципе Ну а было столько Сколько у топ-5 ладера Сейчас примерно Крыво в пике ММР раньше В Оле Топ-5 Топ-10 Короче, много Так как раньше Этих параметров Не было Поэтому утверждать Как бы Ну Ничего и не стоит Fire bullet Блай Давайте бункер отдадим Сейчас Танк есть один Танк есть два Банша заказана Саплай блоки Ё-моё Банша одна Все здесь отобьет Кстати Блай похожая игрой Это у них тащит У меня такое ощущение Что Если Тиран Сейчас как-то адски Не затупит То У него все Просто великолепно Будет Например Танки вместе Раскладывать Интересно Здесь Fire bullet Одновременно Заденет Или нет Я вот что-то не уверен Здесь бы бункер Еще один бы запилить Вообще Заходит Блай Fire bullet По одному танку Fire bullet По второму танку Пытается выпилить Бункер Бункер не выпилить Сейчас будет Банша Вообще Все Ванша выходит Тут какие-то Эти Бегают Большие Непонятные Товарищи Fire bullet Архангел Контролит Уводит Все Куда Мулом Вот он Нервничает Куда ты Мулом Фух Он вообще Жмет Сюда Что Как Блай Как мне Отбиться Ведь это же Блай Он сейчас Супер Чизер Я ничего Сделать Не могу Нервничает Теперь А все Все Уже Отбился Нерва Тоже Ключевой Момент Конечно Все А чтобы Нервов Не было Нужны Постоянные Тренировки То есть В такой Ситуации И тогда Вот такие Темы Нет Если Блай Нормально Будет играть То нормально Будет Ну Игра Будет Равно Такие Темы Будешь Унижать Очень Просто Вот Так Двух Оверов Сейчас Зашатал Блай Десяти Раз Третьего Шатает Уже Да Да Третьего Увера Шатает Ну Куда Ты Ё Улетел Чертяга Еще Одна Банша Еще Один Танк Я Не знаю Я так Радуюсь Как будто Брадуюсь Да Я Не радуюсь На самом Деле Брадуюсь Если Блай Вылетит Останется Только Димага Это Будет Печаль Хотелось Бо Наших Подальше Ну Чтобы Проходили На Более Поздней Стадии Да Все Таки Что В итоге Получится Не знаю Так Танк Тиран Слив Два Танка Тиран Слив Ну Как Он Пришел На Фаербол Видимо Вместе Разложил Блай Короче Забрал За пару Залпов Но Это Косяки Ну В общем Атаковать Правильно Но Нужно Аккуратно Нужно Просто В осаду Здесь Блай Взять В абсолют Ну И Главное Нидус Еще Не Пропустить То есть В осаду Так Чтобы Еще И Наверх Продвигаться Получается Блай Пили Треведжа Блин Если Эту Блай Игру Вытащить Это Чудо Конечно Будет Куда Ты Едешь Танком Своим И Едет Сюда Все Минус Танк Третий Спорки Нет И Инвиз Есть У Банши Вот Какую-то Спорку Как Нервничает Вообще Так Три Барака Четвертый Ну Нужен Стим Вот Из-за Того Что Тиран Очень Нервничал Он Дает Сейчас Блай Просто Гигантские Шансы На Сам Деле На То Чтобы Попытаться Что-то Сделать В Эй Игре В Инфестейшн Делает Сейчас И Смотрю Блай Насколько Я знаю Блай Сейчас ФП Он Днем ФП Стримил Может Он И Сейчас Стримит ФП Три Банши Еще Под Хараси Но Все Таки Баншами Напрягает И Учитывая Что У В плане Противовоздушных Юнитов Достаточно Это Очень Действительно Смотрите Королеву Очередную Минус Уши Четыре Банши Все Вот Сейчас Нужно Просто Отвести Демеджных А начать Крошить Просто Вторую Базу Все Что Сможет Блай Сделать Подойти Королеву И потерять Его И Реважерами Повытаться Фаерболами Отлиться Но Это Не прокатит Порка Перекапывается С мэна Да Чего Нервничать Все Королеву Еще Одну Убил Сбоку Встать И Да Вне Рейнджа Спор Да Вот Вот Это Уже Гагаз Скорее Всего Улетает Архангел Все Очень Печально Блая Зато Инфестейшн Есть Гневраль Сейчас Давай Переманил Прикиньте Короче Архангел Болгария Флаг Насколько Я понимаю Ну да Вот Одного Марика Невралем Он Начинает Пикет Короче Одиночный Среди Армии Тирана И Все Марики Переходят На сторону Узерга Потому что Узерга Социальная Справедливость Все равны Все на мясо Короче говоря Вот Ну Не у каждого Зерга Правда Это тоже Тут я Подбираю Так Раз Раз Два Три Восемь Реводжеров Ублайли Семь И инфестер Ну все Это топовый Микс Надо тащить Короче Кстати Я сейчас Магаз Ходил Не переоделся Надо Сейчас Будет Между Играми Штанцы Домашние Одеть Еще Не люблю Завершено Домашних Прям Ништяк Стремится Туда даже Не зашел Сетка Вот В чатике В этом Теме Тема Я не Менял Спасибо Если Поменял Фуф, как туго здесь заходит, конечно, на хг, бродяга, не бивать и минус. Глай не сдается, 71-146, у Глая до конца гейминг всегда. По заветам боксера, но иногда Глай настолько долго не выходит, что даже боксер бы приуныл бы, наверное. Так, типушина 1000 пищи, ты такой, пафосно, рассуждаешь сам в какой линии. В данный момент на грани ГМЛ и Тир-3, Тир-1 точнее мастер лиги, но я играю примерно 1-2 игры в неделю, поэтому кое-что тут, о чем речь вообще. Но если бы я не понимал, о чем говорю, то я бы и не говорил этого всего, если бы я не участвовал на турнирах, как бы, ну там, конечно, LAN-турниры это отдельный разговор, там и другие нервы, там и другой расклад, собственно говоря. Так, перерываю в углу, а не ту карту ведьмин создал. Все, одел спортивки, у них как-то полегче. Здорово всем на Твиче, здорово всем везде. Что-то Архангел долго соображал, но только заходит в игру, насколько я вижу. Его-то мы и ждем здесь. Ребят, хочу вас обрадовать. Ну, большинство из вас знает, завтра GSL полуфинал 1-й СУ против СОСа в 12.30 по московскому времени. Приходите обязательно сюда, ко мне, вот, будем смотреть, будем переживать за игроков в этом великолепном ПВЗ. Второй полуфинал в 7 утра в субботу тоже будем смотреть, конечно, но завтра время более адекватное хотя бы. ТСМ готов! 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 Такую игру выиграл, что один из 100 игр И что в такой ситуации надо до конца биться Полк не мог такую игру выигрывать Он тиран, во-первых Во-вторых, такую игру с момента, когда уже Блай провалил пуш Ну, разве что дальше какие-то удачные Действия от него были Может быть что-то и получилось Если бы Блай, придя к тирану Увидев два танка, понял, что все Нужно съезжать То есть он максимально быстро бы поставил хату Начал строить рабочих И попытался бы зацепиться за эту игру Таким образом, у него был бы шанс Потому что оппонент его нервничал Просто невероятно И возможно Блай успел бы экономику построить Такой ситуации, как Блай пытался дожать Он обрек себя на поражение Почему? Потому что Можно такую игру вытащить Когда более-менее она вначале равная была Потом ты ошибок надопускал И камбэкнул оппонент Получается Затупил на более поздних стадиях Когда уже есть грейдик А юниты там мобильные То есть ты можешь чудеса творить А вначале, когда ты по такому билду провафлил Просто все У тебя начальные юниты Без каких-либо технологий И ты ничего не сделаешь Здорово, Боттлнетч Ты жив? Или скорее жив, чем мертв Забежал линка один Но ничего сделать тут особо не можешь Здорово всем, ребята Финал месяца Как обычно Димага Блая представляет СНГ Больше нету никого Наверняка в марте даст эффект Фонд поддержки российского Старкрафта Должен дать И возможно кто-то из наших игроков С российским флагом будет участвовать Я пока не знаю, что там как по очкам Ситуация Это можно все исследовать Это не мой робот Это гудгеймовский робот Алиса Но она очень полезна Потому что иногда Да, там какие-то слова странные Она блочит Но иногда придет бывает Какой-то чест Уж видно, что что-то Гниленькое пишет Вот Хоп А его предупреждение Предупреждение И на час улетел И сразу Приятно становится Некогда великий СОС Сейчас на коне СОС никогда супер великим На протяжении сезона Ты не бывал Вот То есть редко когда СОС Да, он GSL и брал Иногда у него прям там перло Но обычно форма у СОСа Появлялась к самому ответственному моменту Близконом Поэтому и турниром крупным Он так и тащил Много их Вот А так чтобы прям Он сам супер Как бы там Жестким Бонжево каким-то Ну не было такого никогда Ну Посмотрим У него все шансы есть Выйти в финал Ну вообще конечно Во второй паре Статс против Рианг Где Статс Абсолютный фаворит Как бы да И я за СУ Больше буду валить Потому что Статсу Я финал 7 GSL Просто меча Видите-ка его Это будет огневая тема Но не факт, что так будет Да и Рианг Нужно прообреть Но если Рианг прообреет То не важно Кто-то видит СОС и Лису Так что там Не зеркалка будет Ну тут была одежда Посмотрите Трансьюзит Как бы Третью защищает Базу Кривая стенка Такого может бомбануть Когда ты Понимаете У Тиран Я нервничал Видно было По предыдущей игре И такие ошибки Во второй Нелепые То есть Просто прибегают Собаки И 9 CSM Как не бывало Я не уверен Что все здесь Погибли Но до этого Я что-то много не видел Что погибало Да CSM У Тирана То есть А если ты Сливаешь такую игру То потом В третьей Ты уже там Начинаешь переживать За происходящее Здесь еще одно Забегание От Блая Готовится Что самое главное Здесь сделается Скорость роучем На третьей базе Вообще ничего особого нет Блай решил Свой коронный Какой-то чизончик Применить По-моему И учитывая Что это А нет Это Билот Не мех никакой Опять Леньги забегают Одна Ванша Не способна Быстро уничтожить Этих собак Рабочих Падает Посмотрите Сколько Уже Плюс 10 штук К предыдущему Забеганию 11 Плюс штук Но на этом Все Блай там дальше На мою бегло Пытался что-то Фокуснуть У него не получилось Но 11 рабочих Как будто Это какая-то Такая Шика Какой-то 20 рабочих За два Забегания И Роучи Благополучно Что-то Вот с одной Лабы Взлетать Барак Сюда Факту Сюда На лабу Сразу Танки Начинать Штамповать Без танков Здесь вообще Не отбить Минки Против Роучи Реведжеров Они не имеют Эффективности Высокой Да Если ошибаться Эзерк будет То можно И таким образом Пробревать Но Достаточно Просто Видеть минки И кидать От них Фаербулы Все Этот микс Контрит Фламы Так Один Роуч Все-таки Вкопался На Мэйне Там Овер Летает Благополучно Прогоняет Третья Ццеха Есть Уже Можешь Сюда Мулов Накидать Благополучно Не знает Об этой Ццехе На халяву Просто Сейчас Подобывай А Нет Ну Он знает Рабочие Куда Ехали Он Не знает Точно На карте Но Он знает По тому Моменту Что Рабочие Доехали Я просто Думал Сейчас Глайд Туда Не побежит Глайд Не хочет Сливать 0-2 Архангл И бежит Туда Так Подземный Мух Делается Если Глайд Закупка Одновременно Заказал Он Уже Был бы Он Убил Тирана Сейчас Заказал Ну Все Еще Роучи Напрягают Там Хайф Уже Вторая Броня Пошла Не знаю Чего Здесь Дегает За Вперед Сейчас Подземный Мух Будет Готов Пополз Блай Уже На Мейн Теп Опа Закрывается Есть Ренж Скана Есть Все Плохо Все Короче Говоря Майблай Мариков Шатает Там Билус Сверх Прибегает Новая Пачка Роучи Блай Уже Приростом Чисто Давит Сколько Баншей Какая Эффективность Невероятная Они Дэмэджи Уже Унесли Но Все Рой ТГГ Ребят Блай Чисто Задавил Там Уже Хайф Там Развитие Дома Тоже Было 1 1 Так Тру Уже Канину Убил Ничего Ситру Резкий 2 0 Ну Тру Супер Супер Чизерок Поэтому Он Канин И убил А я Прыгаю Главочку Вот Кто Супер Чизерок Так Это Тру Конечно Как Комментаторы На Эмэ Сказали Аналог Корейский Аналог Лави Немного 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 Продолжение следует... Так, ну что, третья решающая, пацаны. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, и Блай... Блай решил, что оппонент его боится, надо брать тепленьким, что называется. И берет его тепленьким до сплита, а не пилингончиков. Уровень сплита Блай... Ну тут даже не дело, что уровень сплита. Сплит-то был как сплит, надо было сразу соображать. Рипера увидел, одного оставил, вторым убежал. Двумя уж точно от него не убежать. Причем бежать какого-то неожиданно надо было, типа, вот сюда, вот сныкаться, как его. Вот, либо вот сюда убегать-ка его. А так, недалеко собака ушла, то есть рипер быстро нагнал, вижен, собачка попала, рипера и все. Где сейчас этот летает? А, потерян рипер. Кто убил-то его, кстати? Вот этот. Вот убивец идет. Вот он убивец. Я вычислил его. Этот роуч рипера заплевал. Газ всего один. То есть танка не будет. И это значит, что роуч реводжеры могут зайти просто великолепно. Вот уже первый делается. Подходит еще четыре дрона. И Блай пытается обогнать. Сейчас по эко оппонента своего. Так, заходят роучи. Циклон один есть. Единственный. Надо на рампе встречать Архангела этого. Я вам скажу, что-то не все так хорошо у Блая проходится. То есть он пока особо-то ничего не убил. Реводжера отдал очередного. Ну, 29-24, разве что парабам. Он в плюсе сейчас плюс 7 еще будет. Ну, соплай блок получите, распишитесь. Третья хата. Блайр будет выходить или нет? Нет, пока Блайр вообще ни во что не выходит. Эти два реводжера лучше спасти. Просто уйти сейчас. Блайр, зачем уходить? Можешь отдать их спокойно абсолютно. Одного отдал. Ну, тут все равно стимпак не самый ранний. Третья цсэха. Три барака Старпорта пока нет. Скоро будет Старпорт. Три барака Старпорта пока нет. Пошли не вариков несколько штучек. От Архангела вперед и с бюрточным. Девять плюс два циклона на третью базу. Что есть у Блая? Три руча и один реводжер. Этого, мягко говоря, маловато, чтобы это все дело отбить. Блай при этом продолжает рабочие. 14 собак заказывает сейчас. Боя здесь врыва жесткого. А марики-то сейчас зайдут, и Блай видит их прекрасно. Куда же ты погнался-то всеми? Так, королева разворачиваются. Дронов надо уводить сейчас срочно. Здесь очень жесткий фокус. Дронов идет. Я бы сказал, что Блай кривовато, мягко говоря, дронов этих уводит. В это время ручи реводжеры приняли циклонов, и Блай сгрыз и здесь все. Ну, малыми потерями отделался Блай. 10 дронов еще заказано. Лэйр почти готов. Перевод дронов будет на вторую базу. На третью, точнее, базу уже как раз 12 рабочих начнут забывать. Два эволюшена делается. И собаки забегают. Да, давай, блин, такой здесь мертвец сидит, что у него нет прироста, который отобьет 12 или там 14 собак смешных. Есть все у них здесь. 1-1 делается. Бараки есть. Третий АЦЦ перелетает вниз, Блай паузу просит. Че-то, наверное, поправить там хочет, не знаю. Игра возобновлена. Блай пауза. Полетел двойной дробь сейчас со стороны Архангела. Смотрите, полиамиды вообще вровень идут. Вообще вровень. С такой игрой против труб будет очень сложно. С такой игрой это ЗВТ, ЗВЗ, Супер Чизер против Супер Чизера, Блайл, Тру, я бы не сказал, что удобный оппонент, но вполне по силам такой оппонент. Как трубая ЗВЗ. Так, здесь бараки добавляются, армори добавляются, парасик с мариками, тиран ходит по чуть-чуть, инфестро есть, без микозы, конечно же. Хаев пошел, но это не шпиль, это не Грейтор Спайр, шпиль я бы уже должен был добавляться, это выход в ультру быструю от Блая, я так думаю. Может зарешать, скорее всего. О, ну я даже не, ну, потому что если не ультра и не бруды, то что еще за хаевая технология была нужна? Вайперы что ли? Да нет, против Био, это не очень эффективно, ей брудов не видно, соответственно. Так, плюс рейл же же добавлено, микоз есть, вот такие дропы бы ловить прямо на муви, было бы неплохо. Вот у нас Чейджинг как раз пошел. А в это время двойной дроп здесь летает, его видно прекрасно. Чейджинга застрелил сейчас, куда ты идешь-то, Блайд? Тебя только что Чейджинга убили, а ты бегаешь. Ой, Блай-Блайд, что ты творишь-то, Блайд? Молоко. Пошел микоз, ничего не убить, здесь Крип выбивает Архангел. Мультитас пошел, какой у него ПМ, кстати? 320-у с ним, что он кликает там? Да, ультралис Кевер на 2-1, грейды милишные пошли. Здесь Блай встречает 5 Био, здесь недостаточно юнитов, чтобы отбить. С Микоза могло бы быть достаточно, но не без Микоза. Блай не понимает, что происходит, пока один дроп убивал, второй Блай в третью хату убил. Ну, пожалуйста. Так, Димага победил. Да, отлично Димага победил, но ха-шоу-таймами доиграл, я, значит, хочу к демаге уже, там, получается. Блайд всех дронов с третьей на четвертую перевел. Сейчас правильно, надо добывать где-то хотя бы. Ультралис Кеверн, ну, недавным-давно он есть, и, кстати говоря, порядочного времени уже, по-моему, он есть у Блая, а он ничего не делает, там, в этом ультра... с ультралис Кеверна. А здесь минус четвертая, посмотрите. Опять Блая эвакуироваться надо. Дронов уводи, Блайчик. Все, здесь с пустмайнингом только отсюда теперь добывать. Пока ультры нет, здесь очень тяжело Блая что-либо сделать будет. Ха-то, я даже думаю, тиран успеет выбить эту снизу, пока там ультралиски строятся. В это время собаки пытаются забегать. Здесь абсолютно достаточная оборона. Здесь марики плюс танк и туда там вот. Потери, давайте глянем. Потери 2 800 тиран на 4 400 Блая. Вот нет, чтобы... Ну, с такими-то почему не сыграть с такими в макро просто? Архангелами. Стандартная макро, но ведь Блайк же сильнее его, как бы у него не проседала макро по сравнению со Снутами там, но с Архангелом-то он может... Зачем какие-то бредовые чизятины вначале делать вот эти вот, как он владел в итоге? Роучи какие-то сверхранные, блин. Так, все, ультра, 3 штуки с уникальным армором, но это еще не поражение для Блая. Все, он как бы нормально здесь себя чувствует. Фаербул по амарикам пошел, двух забирает Блая. И что-то стоит. Пробивать камни, идти убивать его надо было сейчас Блая. Он с табаками депоки грызет. Ну, конечно, блин, все, армию выпустил. Но ультры будет 7 штук, кстати говоря. Это хорошее количество юнитов. Это сильный микс для Блая. Только не дать террасу занять позицию. Спустись ты вниз нормально, Блай. Блай пытается спуститься через ХГ. Ультру главное вперед вывести сейчас, и все будет нормально. Ультра с разных сторон набегает. Все, тиран подловлен здесь на муве. Так, Фаербулы в молоко летят. Танщики Блая зафаербулил. Микос будет. Хороший Микос. Где Фаербулы-то Блай не контролят здесь вообще. А, еще один Микос, второй был. 30 лимитов в мини-ваках. Тирана бомбит, он пишет ГГ. Хороший Блай. Вот что значит опыт. А если б макро играл, даже не было таких нервов вообще. Для нас. Хаш победил Шоу Тайма. Так, ну что, желаю удачи Блая. У него ЗВЗ, а где магия? Погоню. Так, ну. Продолжение следует... Ну что, где Димосику ворвемся сейчас мы? А я Вака Кит Ката съем кусочек. Хочется шоколадочек, что-то сладенького захотелось. Спать еще не скоро, ребят, здесь еще смотреть порядочно. Сейчас только получается у нас, что четверть финала будет. Кин с Нерчом, Нерч-Тулу победил. Трус Блайм, снизу Димага с Хашем, Рейнард соснут. Здесь-то Хаш, наверное, будет. Пусть Димага побеждает, пусть изерги здесь остаются. Там есть скин как бы сверху в косу. Ну, блин, С Нерч для Кина на Европе. Это тоже возможно сейчас в ЗВЗ будет все дальше вообще везде. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Пока игра не началась ДимаTorzok 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 Не знаю, какой пинг у корейцев. У меня 38. Сегодня прям вечером хороший пинг. Бывает 60. Хотя игра начинается, он повышается. Смотри, до 50. Так, дрон димага на второй вводит. Ну что могу сказать, по силам Диме хаша одолеть, я думаю, на Европе-то. Сейчас. Не знаю, насколько у димага много тренется один на один, но я думаю, достаточно много он тренется один на один. Уж не три хата или пул билд у димаги. Но посмотрите, насколько... Не, не три хата. Газ пул. Насколько... Насколько под димагу подстройка. Не к суспену. Хотя, может, не под димагу. С другой стороны, то есть игроки знают димагу по старым, и его может быть игром. Не знаю, как хаш, но он играет давно. Ну, что димага халявить любит. И просто суть в чем? Играется Европа, Кореец Корее. Пинг большой у него. То есть ему нужно либо каким-то чизлом стараться играть, либо преимущество получить. То есть не каким-то там, знаете, сайвовым билдом. А Nexus 1 это хорошее билд для пинга получается. Ты либо можешь потом пушить с двух бас очень жестко, с очень жесткими таймингами, там, массой. Какой-нибудь там, я не знаю. А можешь, ну, там, перейти в какую-нибудь дичь, там, типа, арматы, например, я не знаю. Димага третью ставят очень раннюю. Так, 17 хата. Да, до готовности пула можно было раньше ставить. Знал бы димага, что так кажется, грязно. Вообще, наверное, 3 хата пула бы запилил бы просто и всё. Крут впереди парабам. Это стандарт вначале. Димага строит дрончиков спокойно. Ещё дрон пошёл. У Димаги первого ник был Mr. X. Первый ник где? В первом Старкрафте. Я многому не знал о димаге. Когда мы много-много вместе тренились. Ну вот нахрен овера так просирать. Что, хаш, блин, не закажет сталкера, что ли? Закажет, конечно. Вайлайт на мэне поставлен так, что если захочет димага его спалить, придётся отдать овера. И здесь робот заказывается прямо в рампе. Здесь овер не полетит никуда разведывать. Надо раскачиваться. А, скорость овером делается. Ручворон пошёл на всякий случай. Так, инъекции димага хорошо кидает. Пока что АПМ очень высокий. 32 асур, парабам. Правда, встаёт ток-ток. Сейчас парабам сравняется. Это сила первой хаты. Жёсткая сила. Так, отменил муфовером димага. Почему он так сделал некрасиво? Хара с архонами. Ничего себе, на пинге кореец решил архонами, Хараси. Вот это да. Прямо удивительно. Прямо удивительно. Прямо удивительно. Прямо удивительно. Так, 43-45 парабам, димага добавляют, так, 6 роучей, 7 роучей, да, варп дарков, лейер есть, оверсир есть, да, есть оверсир, спорка на мэне есть, на второй оверсир, на третий спорка, еще что-то много собак строится, и это блинг пуш, кстати, знает димага стиль хаша, блин, а ведь он играл не раз таким стилем, на самом деле, а где же скорость роучем, вот, наконец-таки, то есть, если сейчас димага просто роучей лингов много настроит, он сможет отбить этот пуш, как мне кажется. Так, архоны на мэне тут имеют место быть, две штучки этих, которые харасит, летают, начинает хаш там роучей бомбить, неслабо, попытался демагу забрать, не говорит димага, не надо, братан, забирать, 12 дронов, третий нексус, фейковый нексус, это будет пуш вместе с нексусом, ну, как бы, если пуш не удастся, то, конечно, хаш будет раскачивать просто этот нексус, получается, законтролил линга на ксилнаге, гидроден пошел, успеет димаг гидроден сделать, вот, что-то я не очень уверен в этом, еще шесть дронов, школьные годы, школьные-то годы всяк могло, вот сталкеры поперли вперед, ну, на Европе он, конечно, чизы такие решают, просто, какие дроны Дима перехалявил здесь, вообще не видят, пуша, нет, это, скорее всего, 1 0 хаш, посмотрите, на боевой лимит просто больше, качественнее намного, блинк сталкеры плюс архона, а здесь, вот сейчас гидры можно было бы напилить димаги, но какая гидра, нет гидры, 8, поздно, вот сейчас бы, даже сейчас, если бы 8 было, не, ну, вот если бы сейчас к этому всему 8 гидралов было, то шансы бы еще были, так, в архона врывается, димоз одного забирает, второго забирает, пока призмах хрен пойми, где там летает, надо с дронами идти вперед сейчас пытаться, димоз выводить дронов, роучами одновременно, сейчас гидру в агрессивный блинк будет, дроны с третьей идут вперед, со второй дроны идут вперед, роуч спускается, гидра подходит, агрессивные блинки в гидру, надо бы фокуснуть, так, нет, чем фокуснуть призму, дроны падают все, лимита меньше димаги, короче, на муле все, за призмой там идет, ггвп 1.0 в пользу каши, к сожалению. Узнал бы, что димага, что хаш халявит, у него было бы, вот не халявит, а вот так играет, у него было бы достаточно экономики, он мог бы кроучилингами просто отбиваться, да и с гидроденом, если бы раньше гидру начал пилить, тоже мог бы отбиться спокойно, с гидрой-то вообще там чуть крит масса превысила и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, 1.0 хаш, ребята, вторая игра, хаш димага, надеемся на борьбу, а то пока какая-то печаль полная. Как там ублая стру, я не знаю, надеюсь, кто-то стримит, следите, меня информируйте. Рейнер убил Снута, молодой итальянский Рейнер, убивает Снута, красавчик просто. Ну, хорошо б Димага, убедил Димага Рейнера, может убить, я так думаю. Так, я пока рекламку пильну, ребят. Как обычно, вам громадная просьба подписаться на премию, поддерживать меня и мой канал. Преквизит, кстати, еще и сквей. У меня блоки отключать. Так, пулпи... А, нет, погодите, 17-я хата, газпул Димаги, 3-я до готовности пула. А здесь, так, погодите, либо я чуть не понимаю, либо я чуть не понимаю, нет, я понимаю, это Нексус первый был, да, по таймингу. Старгейт у Хаша. Меняет билд, Димага залетает. Ну, понятно, что тут Нексус, очевидно, да, даже не то, что понятно, да, очевидно. Здесь собаки забегают, Димага с контролем улетел. Овер тоже, кстати, обязан уйти здесь. База атакована. Движный, конечно, есть далеко, но нет, да, здесь овер уйдет. Нет, да, нет, да. Нет, да, овер уйдет. Нет, сталкер не собьет, да, овер уйдет. Это было упущено, поэтому нет, да, сокращенно. Криптумор один с третий вперед, а мейн со второй, точнее, ну, можно и третью назвать, но в данном случае это вторая, третья в кармане. А вот здесь вот Криптумор соединить, вот это пространство, вот это, на этой карте вообще тут три базы соединить уже многого стоит. Тут тайн это большое, что королевы друг другу помогали. Старгейт, Димага палец, порки. Пошли, да, пошла одна. Почему одна, вторая? Почему вторая? Так, а третья будет? Третья будет тоже. Странная позиция, правда, для спорки, ну ладно. И 16 собак вперед идут, Димага собирается, третий нексус отменять, которого нету, укротся. Так, грелка заказа тут у Димаги. Пролетел Оракул, ничего не убил вообще. Ну вот я не понял, реально смотрю сейчас. Ну вот в прошлой игре был Блинк Вуш. Димага просто там СД зажимал, рабов строил просто немедленно. В этой игре видит Старгейт. Оракул ничего не сделал. Старгейт настроил 24 собаки. Ну где логика, Дима, ё-моё. Всё, здесь третий нексус, здесь Димага просто в кал сливает по экономике в итоге. Ещё можно, конечно, просто сейчас СД зажать, но supply block, я не знаю. Здесь надо сразу двадцатку оверов подстраивать. Здесь другого варианта вообще не вижу. Личинок много. Где экономика? Вообще печаль какая-то просто. Димага теперь боится, блин. Предыдущие игры минусы. Двадцать семь собак и шестнадцать. Что эти собаки должны сейчас делать, понятия я не имею. Без Беллинг Неста. Вот Беллинг Неста, вот сюда. А куда сюда? Да ну, короче, здесь у Верча же. Димага собирается принимать глеб адептов голыми псами, но это обычно приводит к тому, что про Цимба пишется, как бы, и ГГВП пишется. Либо бомбит у некоторых товарищей, как бы. Ну как собаками принимать этих... Глядите, а где Беллинг Неста? Чуть проморгал Беллинг Неста. А, вот он здесь и стоит. Чё себе, слепой? Адепты идут вперёд, ревелэйш кидает хаш, это даёт. Заходят адепты. Да не надо их ловить, пусть уходят спокойно. Высвоясь. Шпиль делает Дима, а зачем ему шпиль, интересно? Парабам 55-56, саплай блок! Блин, 6 оверов каких-то непонятных вообще. Адепты СН-3 здесь у хаша. Плюс 4-3 гейта, а это что-то. И архивы темпларов, первая атака. Один здоровый, только сейчас демага дронов. Ну, блин, в прошлой игре-то не видел в этой. Ты видел Старгит, ну во что он может перейти сверхбыстроя со Старгита, блин? В любом случае тайминг будет позже, чем в предыдущей игре. Ай, реально, блин. Что-то не то демага делает. Овер, так, видит, шпиль прекрасно в шпиле. Броня, там шторм, чаш и фениксы, потому что шпиля боится. Сейчас хаш, пошли фотонки срабатывать. Вот, вот это реакция, это я понимаю. Фотонки на 2, на 3, на 2, на 2, на 2, на мэне что у нас? На мэне ничего нету. Ну, на мэне Старгит. Ну, тоже 2 потомки. Ну, вот и все, по 2 потомки запилил, но мутки 6 штук. Не знаю, нужна она вообще-то, мутку дочь. На мую еще-то дроны ходят. Хайп у Димы. 84 дрона, нахалявил просто адский. По катушке есть? Есть по катушке. Ну, слава богу, второй коготь есть. Блин, одними собаками-то тяжело все равно добиваться будет. Против шторма, против всех этих дел. И я не понимаю, что означает этот хайвец. Видимо, greater spire, кто-то там еще 30 секунд до готовности брони воздушной. То есть, хайв раньше получается. Так, опа. Это не greater spire. Это ультрала, ничего себе. Тут 2 рова. Ну, а как с имморталами с 2 рова быть? Я чуть не пойму с ультралами. Уж не лучше ли greater spire было напилить? Тем более, тайминг. Хаш вообще никуда не лезет. Димаги больше лимит. Димаги вообще всего больше здесь. Третий кокоть пошел. Но если иммортал этих ультрал строить, почему не делается тогда этот уникальный панцирь им? Непонятно. Собаки пытаются прогрессить. Хаш не видит этого. Но старик так позиционно, грамотно армии своей, что сможет отбить быстро очень это все дело. Время забегания на мейн идет со стороны димагинса. Да и грозит ты ста... Как обезьянная. Я еще шусь просто. Что блин, димага ты делаешь? Дима, тыкни ты в сталкера. И здесь все... И там слил, и здесь криво забежал. Greater Spire, бруды... Короче, и ультра, и бруды, блин, и... И Greater Spire, и ультра Алис Кевер. Но ничего нету, блин. Ни ультры, ни бруды. Ничего вообще. А что мешало сразу-то Greater Spire заказать, блин? У него б не было еще этого флитбикона, чертово. Димага понял, что ультра здесь не зайдет. На самом деле ультра тоже могла зайти в Cryo Mortal. Его в три штуки, а не десять. Собака, видишь, протупил, блин. Зилки, эти стенки нет. Забегай, не хочу. Сюда приходи. Камни частью лингов убивай. Прямо отсюда, пока не контролил процбейлингов, пили пять штук. Сюда врывайся, там пилоны падают. Все падает. Фатонки не... Вообще стенки нет. Посмотрите, что это вообще за... Ай-яй-яй. Ай, здесь вообще камеры пошли. Ничего себе. Димага, вперед-то будет идти? Брудов уже. Ничего себе, 11 брудов. Сейчас будет Димага, быстрее что-нибудь делай ты. С брудами, с караптерами можешь вперед. Девять часов уже есть. Стационарная оборона. Все по-православному. Как Поме учил. Вообще, как пригорал. Но, блин... Стационарку, когда делаешь, не знаешь, что сидеть на месте. Тоже ничего не делаешь. Так, адепты врываются. Здесь иллюзия. Здесь плетки есть. Они минеральную линию вообще не прикрывают. Эти плетки. Есть Феникс один. Падает Феникс. Адепты на золоте. Уведи рабов, Дима. Дима не реагирует. Дима приводит Бэйна. По работе уже не осталось практически. Так. Бэйны взрываются. Бруды громят. Почему-то на вторую пошел. Здесь кар... Ой-ой-ой. Здесь кареров две штуки. Караптеров вообще нету. Куда ты, Димыч, летишь-то? Караптеров нет. Ни хрена нет вообще. Где караптеры? Два первых заказано. 190. Так. Нексус падает. Так как Хаш боится, есть шанс, что что-то получится. Он не видит, что здесь четыре королевы всего. О, бредятина-то, а. Бруды сразу вниз полетели. Если две базы этих сбрить, шанс есть и развести, например, линговые линги на врывы. Хаш пытается сюда отойти. Бруды что-то тупят. Караптеров все больше и больше. Бруды начинают бомбить. Наземная армия будет. Подходит наземная иллюзия игрелок. Да и нахрен там они не нужны, эти иллюзии. Все равно здесь все упадет моментально. Боится Хаш. Вообще он не видит, что у Димаги... Он все прекрасно видит. Он что-то тупит в кост реально. То есть у Димаги нет никакого противовоздуха. И Хаш тупо резит, вообще не летит. Но это хорошо. Плюс шесть семь Караптеров. Плюс четыре одиннадцать уже можно отбиваться будет. Сейчас за счет экономики пяти баз Димага вообще перемасит. Золото восстановил. Тут добычу отчасти. Газ не добывается только единственное. И все, надо Димаги лезть сюда. Где Караптеры-то вообще все? Вот они здесь висят. Девять штук, пять строятся. Вторая атака на выбух. Один-один. А, Мазершипа ждал. Все ясно. Ждал Хаш Мазершипа. Бруды все на муве сливаются. Куда-нибудь там поперли-то все. Штормы пошли. Просто дичь. Бруды уже не жильцы здесь. Но с энтреи всех слил, кстати, Димага. И Мортал землю вообще брудами сливает. Без земли просто тоже тяжко. Ведь у него две базы. Нет, здесь Димага победить должен. Обязан победить, по крайней мере. У него... У Димаги как бы... Экономика в руках. А у Хаша ничего. А, Зашипа, как-то Димага отменяет. Да кареров крошит. Еще как-то я не понимаю. Так все плохо-то. Как-то Димага фокусил ужасно. Здесь все, я вам должен признаться. Грейдов у Хаша, самое главное, никаких особо нет. И все равно тут не может Димага спокойно пробрить караторами все. Они прилетают новые. Бруды идут дальше с собаками. Дегей, пишет Хаш. Хорош. 1-1 Димосс. Так, Нерч уже убил Кинг. Если Димага сейчас убьет Хаша, то у нас одни зерги на этом турнире останутся. Но останутся наши эти зерги. Один, по крайней мере, Димага. Харина, ты вот волна путаешь. Я вообще не вижу, что ты пишешь тут. Завязывай там это. Надо там крыть. Димага, ты говорил, что весишь много. Я думаю, такое Димага сам бы с тобой сделал в Старкрафте. И так. Не надо так. Так, ну я в игре. Памела взял в магните какого-то света, блин, красноватого. Какие-то там эти штучки. Непонятное вообще. Какой-то он паленый вообще. Какой-то он паленый. 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 так что-то где маги тут набралось просто народ немерено смотрю последний просто на расхват конечно зерги одни остались все сразу сюда налетели как воронье вороны кар ладно шучу ждем старта пацаны а вы как обычно я вам буду подписываясь на премиум поддерживать меня на паре передать они через п и отключаете от блоки чарик вам позже пильну задержка две минуты она вас паузе там будет вот до того к я это все говорить буду у вас ну что вторая третья постигра погнали так олива олива дневная если что кстати выложено пацаны смотрите на ггплеере спорим буду мочи не спорим все без спорных здесь просто глухой блок кстати получается вот хаша и он гейт не кстати если есть инфа область сообщать результат пока не обновлены стрима угла нет этот поняла так сам и голосовал попросите в часики вот некогда пились зачем мне желтые пацаны в чате если они голосовал куда же не могут запилить так с корее ли типа своей инициативе переул голосовал ку вы да мне ему опять парова нафиг пусть он будет тоже желтым Может, он будет пилить без того, чтобы кто-то что-то там спрашивал. Ладно, с этим разберемся с моментом. Вот у нас здесь будет пилон, вот проход получается. А в чем делать смысл? Стенку глухую, чтобы выход был только сюда, а сюда выхода не было. Если достаточно эти здания, просто на две клетки вот так вот вниз даже при таком пилоне поставить, или хотя бы на одну, вот, и все будет выходить и сюда, и сюда. Не знаю, в чем прикол. Здесь грелка у нас заказная, димага видит все это, у димаги лэйр, опа, это ранний гидроден я видел, у димаги билд такой, кстати говоря, влайс рилтру, печаль. С каким счетом? 0-2, да, гидроден от димаги. Видел я от него такой билд. Да, надежда на диму вся, я могу, а как и счет тогда выйти? Достраивается гидроден, здесь минус овер, соответственно, димага 5 еще устроит. И паян тоже как угла, набрались, ну куда, почему, зачем-то, ну хотя, в принципе, рабочих нет, пока не надо строить. Почему 5, почему не 3, блин, я не знаю. 3 рабочих, еще пару, в том гидру уже начинать пилить, но тут гидру сразу надо было начинать пилить, на самом деле, может поэтому димага стук овер в закал. Газа катастрофически не хватает на гидрависках, сейчас минералов добывается просто штука 800 и 470 газа, а гидрависк стоит 100 минералов 50 газа, то есть как бы инкамп по газу почти в 4 раза меньше, ну в 3, грубо говоря, даже если скажем, а соотношение 2 к 1 в пользу. К минералам, да, по гидре. Несколько штучек гидрависков идет вперед, можно сейчас просто пробить вот эти камни и по этому направлению потом давить, давить, давить. Кстати говоря, хочу ваше внимание обратить на то, что здесь какая-то бредятина вообще делается. То есть мало того, что здесь грелка, мало того, что здесь димага прибегает, мало того, что здесь грелка, там еще глефы, адепты какие-то ранние будут. Гидра идет вперед, хаш вообще видел, что происходит, что у Димы есть. Девять гидрависков, двадцать девять лингов, флюркер дэмп шел, третья вообще не раскачена, просто от слова совсем. Оверчажа и две штуки будут, пока димага пушит примерно. Не с пилон быстро пробрить, то есть не будет две штуки. Так, линги забегают, пилон падает, сразу же надо крошить, здесь все. О, грелку димага пытается, какая грелка нахрен, она вообще там ничего сделать не может, это грелка, адепты здесь даже важнее. Так, мазеркор есть, мазеркор оверчаж ставит еще, там хаш, ема с глефами, адепты димаг пытаются уйти, а гидру-то нещем прикрыть. Ёпарас это провалище, пушер, сплитануть надо гидрала бы сейчас. Димага решил, что отдать, добежал бы дальше-то, они рядом телепортнулись. Это слив хлам. А знаете, в чем прикол? То есть, кажется, легко так просто отбился. Потому что димага до заказа не делал, он там какие-то дроны строил. А если бы это был улын, и сюда бы еще лингов штук 20 прибежало, ну или там лингов сколько-то, плюс гидралисков штучки 3-4, димага мог и продавить бы, например. Гидра прямо в адепты телепортируется, не надо так, Дима, ты что делаешь? Это что, подарок для адептов просто. 9577, кажется, минус димага здесь, к сожалению, будет. Димгун поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает, всем хорошего вечера. Катя Аканонова, жена моя, извини меня. Я тебя люблю. Спасибо, Димгун. Что, накосячил, теперь извиняешься или что-то извиняешься? Что-то я не понял. Если накосячил, так не косяч. А за Старкрафт извиняться не надо. Это не очень. 105-108. Не, ну димага не сдаются, конечно. Опа, четвертая хата. Димага вообще здесь восстановился, пока я слушал Димгана здесь. Привет, привет. Спасибо, пацаны, всем за поддержос. Спасибо, Димган. Спасибо всем. Партнерка сейчас работает, поэтому через плейер поддержка практически вся доходит. Так что в элите почти то же самое, что по реквизитам получается. Так, минус Феникс. Что затянул? Здесь хаш Димага там отстроился нормально. Ну вот я не понимаю, как Димага в 2017-м играет вообще такие миксы без Беллинг Неста даже. То есть вот этот микс еще плюс Беллинг. Так вообще нормально заходят Люра плюс Гидра Линга Беллинги. Ну вот сейчас можно что сделать, например? Посмотрите, здесь два роба. Просто на халяву прийти сюда, чейдингом все Димага видеть, но здесь пропуск эти первые выходят. Просто Люрой бы сюда откопаться. Если как она, я не знаю, как она туда может попасть, телепортнуться или что она там может сделать. Но она должна там оказаться. Это, блин, авто ГГ практически для процессов. Сейчас бы дать ему, может, наверх зайти бы было бы неплохо. А, ну у него опс есть. На стоп Люре пожать просто некоторое время и дать пройти процессу туда. Здесь Димага четвертую не прикрывает. Видит что? Куда Люра выкапывает часть хотя бы? Часть выкапывает. Идет вниз Димага. Видит пропуск снизу. Ревелейшн. Блин, Оракула бы сбрить было бы неплохо. Димага на шторм полез. Филды хорошая стена хаша пошла. Уира. Не. Так, приходит люра, как я и предполагал Телепортируется во вторую базу Минус демага люрой, минус иммортлы Посмотрите, минус сделки Хаш пытается зайти сюда, пройти Только чтоб на штормы-то в семя не попасть Мазеркур падает Демага спускается вниз на штормы Не попадать, здесь сплэш Сплэш от люры заходит великолепно Демага за каким-то Слил всю ядру на этом Ну, врыв в целом Да нет, какой-то мертвый врыв Еще лингов Вот недоконтроль Сплошно недоконтроль Здесь гидрой зашел бы наверх Просто всей Часть вот сюда Штучки три отвел Часть здесь стала Пилон вот этот выбил Что демага сюда тыкал Не пройти ему было Я не знаю, короче Вот Да, я тебе дал моду руку Потому что Пацаны голосовалки Забывают пилить А ты Не забывал Идет вперед хаш Минус четвертая Ахата демаги И сюда бы лингами Забежал Так вообще Было бы ништяк Все Крепли Славно мой раз Воюемся Люра Гидра идет вперед Люра На муви Вся вообще Уничтожается Здесь хашем Архоны Морфятся Люркер один Сего Сплэш Не сплэш Точнее атака Вархона идет То есть сплэш Вообще не работает 87 112 Вот сейчас Атака демаги Была неплохая Отсюда я должен Сказать Ну Это ГГ Единственное В этом плюс Вижу Но он настолько Маленький По сравнению С минусами Того что Наши все Вылетели Какой плюс В том что Протос Будет биться С зергом И туда то Я и пойду Дальше А нерч уже Струбьются Ну кстати Может быть Хаш против нерча Если хаш Одолеет Например Рейнера Финал Тоже не Тоже не Этот Не зеркалка Вот сейчас Смотрю Вовтор Чуть и мага Вверх Ты не пришел Нахрен он спускался Под штормы Завел бы всю Гидру наверх Пока люра Там падала А так В итоге Шторм И на люру И на гидру То есть там Эффективность шторма Повысилась Пока бы Проц люру Вывал Там гидра Сверху Таких дел Что можно было Целенаправленно К третьему нексту Уйти туда А лингами На мейн забежать Что можно было бы Умер Вывал Вывал Нахрен Как Так. Так. Ну, я сам могу прыгнуть, у меня аж хаш есть. Там. Здорово, эфир, здорово всем. Так, а с каким счетом гладчик-то слил? Так. 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 Сейчас я на секунду отойду. Так. 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 всем громадное спасибо еще раз сегодня днем что-то 02 печаль сегодня днем что на поддерживали прям жестко вот как сказала что маша будет операция в одиноиды удаляться что мне ключи вот но думаю все нормально будет так что ребят вообще как бы завтра gsl и четверг там в с уже начинается корейская лига и в пятницу gsl но 5 вечера не знаю короче там как чё в связи с этими обстоятельствами то есть я может быть может быть не буду стримить не знаю а может и буду шоколадку съем поел до этого перемешать что-то сушничок прям такой получился что что Продолжение следует... Ну всё, ребят, хаш против Рейнера. Поехали! Посмотрим. Вот вы видели, как Димага с хашем сыграл. Ну а что молодой и перспективный, действительно. Он уже давно молодой и перспективный. Больше года Рейнер, мы его знаем года два. Наверное, точно, может даже чуть больше. Но ему всё ещё, я думаю, сколько там ему лет? Ему 18 всё ещё нет. Даже мне что захотелось глянуть быстренько. Сколько там ему лет? Ну что за хрена тень? Какой? Ну что ли? Смотри. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, здесь оракул левиленчик Очередной кидает Шпиль пошел, видно шпиль отсюда Нет, не того я Да, прекрасно видно как шпиль строится Ревелэйшн Халявная разведка Прилетел, кинул Подсветили. Хоть вижу на единичка, но там близко очень что-то стоит. Так, здесь сбивает с овер. Маст грелки от хаша, ничего себе. И флитбекон пошел, спалил 300 гейта. Ну, два точно спалил Рейнар сейчас. Насчет третьего я не уверен. А варп вообще делал хаш. Да, варп сделан. Но только варп, собственно говоря, и сделан. А гейтов три штуки. Потоночка запиливаются. Но это через грелок выход в армаду. Какие... Чё себе? Вот я не знаю, как хашу. Минус в том, что скорее играет, да? Но таких вот теплых, которые против армадов муталисков играют, я так любил раньше принимать. Ну что нужно просто... Ему просто нужно запилить во флитбеконный рейндж корсаром и все. Ой, этим корсаром я же первым стариком путаю. Конечно же фениксом. Ну и все. Шесть грелок прилетает. Грали его минус раз. Да разогревом хату просто пили. Мутка летит. Телефорт домой. Фениксов пили, ё-моё. Фениксов пили. 2002 года? Кто? Выпуска. Я 2002 года. Рейнеры рождения 2002 что ли? О чём речь-то вообще? Заверчажит? Здесь даже грелками мутку сейчас зашатал. Просто хаш. Здесь зашёл, что рейнер ушёл сразу же. А ведь мог забегать. А, ну хотя нет, собак мало осталось. Так, шесть бэйнов будет взрываться сейчас. Так, оверчаж нужно ещё не ставить. Феникс есть, в самом деле. Я смотрю, что хаш играет, так, судя по тому, как он контролит, ни хрена у него не 300 пинг там. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, он пытается рейнер шатать, но хаш держится. Тебе кажется, на предыдущей транссессии было больше волос у меня. Так это просто стоимость того, что катнул тебя просто в пвп. Так, Феникс уже в мутку ворвали. Чё себе? Рейнер на амуве сваливает. Хаш на халяву всю мутку убил, вообще, всю абсолютно. Просто я, ну, старый уже как бы ревел мал. Вот, напрягался, напрягался, закатал, короче. Потерял в итоге. Ну, если регулярно тренется, то волосы будут расти на всех частях тела. Даже у тебя, что тебя принят за мужика или за кавказца в школе. Ну, а та, пока, как бы, помни, сливая, что-то, возвращаем. Лысенький как. Я не знаю, кто даже. Ну, чё-то, посмотрите. Просто Протас Феникса Грелки играет, стабилизировал. Я не знаю, чё, Хаш вперёд не идёт. Ему к этому миксу добавить карьеров штучки 3-4 просто. Он вообще будет унижать. Так, Карапторов тоже сейчас выпилят Рейнеру Хаш. А тут ноль брони, а у Фениксов уже и у Грелочек две атаки. Всё, выпиливаются все Карапторы, их просто скручивают нафиг вообще. Всех здесь Грелочки вперёд летят. Есть Фатонки, есть здесь камни ещё не пробиты. Сколько Грелок, покажите мне вообще. 12 штук, да иди ты уже убивай ты его, ё-моё, этот, Хаш, чёрт побери. Есть Клинги с одним когтем, здесь Фатонок, ё-моё, сколько здесь Фатонок-то. Да всё, достаточно здесь Фатонок. Куда ты летишь? Га, они так жарят, конечно, с разогревом здания. Это же просто жесть какая-то. Минус золота, в это время врывы идут. Нигде вообще не сгрызает Рейнер сейчас Хаша. Хаш выпиливает всё, умеет Хаш играть в такой воздух. Да я не вижу, я супер пинга, признаться честно. Никакого здесь пока что. Скорее контролят. Вообще замечательно, по-моему, просто всё. 1-0 Хаш, ничего себе Хаш тут распиливал пацанаток. Привет, Вита Уэмба, что там такое? Вот эта картинка, но я там какой-то мумифицированная и жирная очень. Харьо меня прямо. Этот. Я горилла, учительница называет одну. Ты скажи, я не горилла, я гамадрил. Ладно, шутки шутками. Ты умеешь, я не горилла. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что же, вторая игра, Хваж против Рейнора, че-то корейцы даже на Европе баблецо забирают, но Нечта, конечно, не согласен, я думаю, с этим всем делом. Моему еще Тру надо убить, а Тру ведь Супер Чизерок... Держите в курсе, пацаны, кто следит, как там Тру с ни в чем играешь, чтобы результаты знать... А то, может быть, вообще корейский финал. А последние 150 евро заберут у европейских игроков корейцы, единственные еженедельные турниры, один из немногих, что на Европе проходит. Это еще и здесь корейцы могут отобрать баблецо, блин. Опять здесь полная стинг, кстати, на этой карте. Кибернет-чика сейчас будет заказана. Да, пошла кибернет-чика. Ногов ОСК полуфинала одновременно, конечно, играются, никто никого не ждет. Здесь на третьей струк поехала контролить. Рейнер переводит рабочих на вторую базу, на мэне 16. Где-то три дрона добывают, где три, вот три дрона добывают, здесь один, на противоположных направлениях. Третьей пока нет. Можно снизу третью поставить, какая разница. А, вообще здесь ставят третью. А пробка, что пробка там удалить, контролировать. Собаки побежали искать, сейчас увидит Рейнер, где пробка, сразу возвращает лингов. Пробка Х видит хату. И домой сразу же поехал С, видимо, нажал сдать минералы. На этой карте вот тут такой рельеф необычный, что вот отсюда, как бы, до омойка напрямую жмешь, а она вот так вот поехала, пробка. А если чуть раньше вот здесь нажмешь, она, возможно, вот так вот поедет. То есть, как его очень-очень так... Все хзкак. Милка, ну давай не больно. Если что-то такое происходит, то... Ну, вряд ли мы что-то узнаем. А так это прохлада вообще. Почти 2.0 нерч. Ну, отлично, что нерч хотя бы будет... Кореец с корейцем, они, блин, два корейца в финале. Так, Аракул вперед полетел. Здесь третий нектус четко занимается сейчас. Пилоны стоят около газа. Почему? Здесь здание, здесь здание, здесь стенка будет. Ну, или сверху за пилоном. Раз, два, три. И здесь четвертый гид, пожалуйста, стенка сразу к нектусу. И здесь прикрыто все. Здесь подпушек какой-то идет с роучем. Что за смех вообще? Не понял идею я. Видит, причем видел же Рейнар, Аракула. Какие роучи, какие подпушек. Грелка вылетает, все, подпушек, миньон. Разогрев, уверчаж, выставить один, и все. Даже не стал, пока хаш-уверчаж выставлять. Я говорю, посмотрю. Все, два роучи, грелка минуснула. У остальных желание отпало. И у Рейнара тоже пушить. Но он дронов заказал до этого. По рабочим, в любом случае, в плюсе. Делается лейер плюс один. Вторую грелку построил хаш сейчас. И третий нектус чуть-чуть раскачивает. Форжа пошла. Вайлайта что-то пока не наблюдаю. Второй старгейт. Опа. Там уж второй старгейт пошел, ребят. Это опять армадная тема, но... Плюс два старгейта, три. Опять мазгрелки получается. Ну где же атака на воздух? В этот раз что-то с атакой как-то не срастается пока, что я смотрю, у Рейнарчика. Да будет, должна быть атака. Еще два пилона. Землю от рептилоидов спасти. Ну если в моей команде будет правой и левой рукой Овердос и Ревчик, а Теранвик с Реоном будет как-то. Ульт, короче, можно кастануть на время, призвать. Тут там никаким рептилоидам вообще не выжить. Поверьте мне. Они просто задонатят нам все свое бабло, короче. Все свои ресы рептилоидные. И нечем на ним будет строиться. Продакшена не будет. Ай, успевает прилететь Оверсир. И сейчас Рейнар понимает, что это опять идет. Ну тупит, хаш вообще ужасно. Не заказывает вообще апгрейдов сейчас. Где нагрелку-то, грейды и нагрелок? Атака-то где? Ну, Зерга есть уже, просто ничего нет. Гидра, линги, бейлинги, скуп гидралов. 16 штук против 6 грелок. Опасная очень ситуация. Да хватит ревела, если не кирай, уже дэмэджи можно было бы попытаться. Забрать, 2-0 нерч. Отлично, что нерч победил. Потом еще хаш запиливает. Сентрей хаш допиливает тоже. Адепты без гребщиков. Разводка с роучьем идет. Здесь один сталкер, одна грелка. Сталкер убьют очень быстро. В это время с филдами хаш отбиваются. Грелка, куда ты полетела? Хаш не законтролил. Ничего, здесь еще 3 грелки. Роучи заходят к второй базе. Хаш вообще этого чуть не видит. Грелку забрал. Но кто роучи-то накажет? Вот, как хаш заметил. Ой, в Сентрей бейлинги вкатились. В этот раз абсолютно невнимателен был хаш. Может быть, это задержка. Может быть, это евросервер. Я не знаю, так повлиял. Но сейчас выставил бы филд. Он точно так же, как в предыдущей бы атаке, просто отбивался бы спокойно. По-моему, он и так отбивается. Здесь с уверчажами. В грелке все новое и новое строится. 8 пробок, по-моему, здесь роучи выпилили сейчас они. А вот здесь эти атаки все ничего вообще не выпилили. Каном, вот я имею в виду. Вот делал бы... У Хаша было бы все очень неплохо. Я вам скажу, если бы он делал, грейды нагрел их. Если бы у него было плюс один, сейчас он гидру бы разбирал бы намного жестче. Он и так разбирает. Ну, с плюс один бы он вообще в мясо все разобрал, во-первых. Так, сделок варписа. Здесь медленный пилон, что самое интересное. А если бы плюс два Хаш делал уже, и они были бы готовы почти, так он бы доминировал бы тогда. А так, в итоге, рейнер с четырех бас. Да, ну, хотя здесь тоже четыре. И барабам вообще одинаково практически. Мазершип заказан. Грелок, что-то Хаш не строит сейчас. Где грелки-то? Нельзя проседать в продакшене грелок. Здесь нету фотонов. То есть, здесь направление удара, как бы, здесь защищено что-то. А на второй базе, что не может быть направления удара, рейнер загрызает пилон, забегая с акками. Это на 1-1, но очень сильно похоже. Сейчас уже во второй игре рейнер постраивается. Так, Керенвик, на климатическое оружие собрали. Да собираем пока, но что-то тормозится внедрение войска. Чувствую, я в руководстве страны наши рептилоиды какие-то сидят. Что-то тут подвох какой-то. Уже с пацанами все разработали вроде. Готовы тушить рептилоидов холодом. А они любят потеплее когда-то. Вот. Ничего-то как-то пока ничего не получается. Три грелки, ребят, плюс 1 доделываются. Нет, ребята, это минус хэш. Хэш, хэш. Рейнер даже пятую хату не ставит сейчас. Может, иметь тут решить? Да нет, здесь уже не втащить никак. Что бы Рейнер в игре Деп тоже делал. Вот он-то мог вторую атаку спокойно делать. Да и броню он мог делать. Сделал когут в длинную бою. Тут мозгрелок играет. Нет, землю снести это милое дело, но против Сентеи смысл какой-то. Тут атака ранжевая нужна. Ну, кстати, вот грелки против Гидры, да, с 90 хп. Была в Гидра с 80 хп тогда, а хэш бы вообще выпилил бы нафиг грелками. Теперь вот против МАЗ Гидры вот именно грелками вообще слабнее стало. Гидры чуть-чуть падают, атака пошла. Так, тут лов по бейлингу катился. Глобок есть грейд на поля, филдов недостаточно, но бейлингов зафилдил сейчас у нас. Саш, ну тут мало слишком его и гг 1-1. Но и спины пойдет еще. Время. Так. Так. Время. 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 Все. Время. Так, фрегаем в игру, кашу Рейнеру. Хажди, ждем Рейнера. Сейчас закапываю, глаза подустали, ребята, уже быстренько. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, что-то не в то лобе я ворвался, смотрю, ничего не происходит, Кайва. Спасибо. 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 Готово. Ждем начала. Так, каплями я вообще редко пользуюсь. Ну-ка, глаза вот сейчас кончились, надо купить устаю, пользуюсь бывает. Ну-ка, это так. А вот. На ночь у меня был как и рефрин. Это рефрин на ночь, как выкапать. Прикольно. Он расслабляет хорошо, но надо будет купить. Блин, быстро он высыхает. Но еще проще и даже лучше перерывы делать на несколько минут, там раз в час-два уходить как бы из-за компа. Минутки на две хотя бы три. Чтоб не чисто в монитор пялиться. Так, рашрейнер 1 на 1. Нерч ждет победителя. Если выиграет хаш, я думаю, получше, так как будет ЗВП, не будет зеркалки. Ну, а в чем плюс и рейнер победить, что корейцы не будут в финале, конечно. Ну, не знаю, у нас какой-то плюс, учитывая, что завозали. Так, второй газ на моих аж собирается сейчас добавлять еще один пилон. Соблайв лук, а нет, и не должно быть. Здесь у нас семнадцатая хата, газ пул, то есть две королевы. Третью кахаш собирается ставить, я даже не знаю. Так, королева Птюс Таргейт у хаша. Ну, кстати, он все игры через Таргейт. Я так полагаю, опять грелки мы что-то увидим, воздушное такое. Ну, кстати, интересный вариант воздуха – масс-грелки. Масс-грелки сейчас редко увидишь, все чаще в карьерах выходы через немножечко земли или вообще сразу. Так, собачка на мэне была, погодите, а, это адепт за ним прилетел. Не сгрызла рабочего, устроится оракула, спалил... Так, да, спалил Старгейт. Плюс два гейта, оракула адепт, возможно. Твайлайт попер, сразу же спален будет. Ну, подождал бы здесь, заказал и не спалил бы тогда ничего Рейнар. А так поедельно ясно, что здесь, скорее всего, оракулы Твайлайт Свич. Кстати, смотрите, знаете, что можно вообще? Вот. Можно просто Глефу заказать и также выйти в масс-грелок. Только адепты будут землю прикрывать Глефчиками уже против Гидритов. Да тут такое происходит сейчас. Готов Мазеркорс, чем-то в итоге всё-таки разогрев прожал у нас хаш. Тут у нас Роуч Ворон и третий Нексус всё-таки пошёл. Вот так вот. Так, завязываю уже какую-то ахинею в чате, ребята. Вот он, это что за... Разводишь за хренотень вообще. Так, адепты приходят сейчас к Рейнару. Посмотрите, на третью они врывают. Сейчас прямо в королеву телепортнётся хаш. Телепортируется в королеву. Но халди здесь просто шесть дронов уже вынес. Войной с Роучи ещё одного пока тут всё тупит. На муве бегает. Адепты пытаются свалить. Свалят они, интересно, или нет? Я очень сомневаюсь, что свалят. Оракулам помочь можно. Помоги оракулам, братанам. Сестрам, братья и сестры. Оракулы, братья, адепты, сестры. Как вы понимаете, 58, 56. И как-то тут... Как-то тут хаш прогорел, блин. С этими адептами пушами. Но всё равно ничего не сделают в ответку Рейна. То есть там грелка есть. Ну, грелка Роучи поважает в очередной раз. Ё-моё, собаки в рабов на халяву врываются. Паша не на позиции юниты ставит. Пять гейтов он добавляет. Сейчас чарж иммортлой архива темплара на мэне. И плюс один делается. А что же у Рейнара? Второй копоти по катушке. Ну, тоже стандартно всё примерно. Так, попёр шторм. Второго роба доделывается. Тут уже иммортл в ступоре не может выйти. Не как плюс два надо заказывать. Что-то пока не делает х плюс два. В это время иллюзии летают. Оракул живой вообще. Да, вот он висит. Между второй и третий. Рейнар вот вперёд попёрся. Ну, хаш видит это всё ревелэйшном дело. Всех собак. Опа. Бэйлинги заказаны. И хаш видел их прекрасно. Видел, что там бэйлинги заказаны сейчас. И что Рейнар вот именно таким миксом будет наломаться? Штормовики-то, между прочим, без шторма. Нужно в правильном направлении сейчас встать хашу. Он пошёл к третьему никсу. На втором вообще ничего нету. И шторм будет только через 20 секунд. Ничего себе. Всё больше и больше бэйнов пилится. Заходит хаш, штормовиков берёт. Вперёд. Билды пошли хорошие. Да штормовиков сейчас сюда. Не, это минус хаш. Пытаюсь телефону. Ты играл бы в грелок спокойно? Нет, он что-то мудрит. Три гитары Рейнар тут отключает. Кстати, одна грелка способна здесь всё отбить вообще легко. Потому что по воздуху ничего не атакует. Вот сейчас хаш ушёл. Рейнар ушёл. Всё, хаш птистромов варпить. Иммортал делать зелков. И шансы ещё до сих пор остаются самое интересное. Оракулы тоже сестры? Нет, Оракул мужик же вроде, нет? Или нет? А может и да, может. И просто, скажи, женщина это даже. Продолжается давление. Хаш пытался отступить. Здесь такая хорошая стенка на дальней базе. Оракул пьёт. Да грелку ещё надо запилить было. Ё-моё, Рейнар, что ты творишь? Тфу, Рейнар, хаш. Хаш пытается сплиться. Фаербулы по кибернетке проходят. Здесь имморталов много, реально. Хаш ещё бы воздушных юнитов отводил. Был бы молодцом. Но к нему не отводит ничего вообще. Роботиксы всё ещё два работают. Нужен до варп зелков сейчас. Побольше зелков варпит. Побольше архонов варп варпит. Так, один птич-штормовик делается почему-то. Чё хаш боится штормовиков пару оставить, чтобы они на шторм подкопили. Здесь вот делается из гейта без варпа все штормовики. 135-154, подавляющее преимущество по боевому лимиту я не наблюдаю. То есть разница 10, 15, 20 в пользу Рейнера. Здесь буквально пару штормов и всё в порядке. Спасибо, Калинстан, большое. Так, ещё два птич-штормяка. Архоны видят. Здесь Рейнер прекрасно. Здесь линги забегают. Да варпит что-нибудь. Ничего не варпит Рейнер. Здесь будет врыв. Да, на мэйн зелки побежали. Здесь врыв. Идёт шторм где? Раз, шторм. Два. Как Бэйнов заштормило. Неплохо. Здесь штормы ищутся. Чё-то не вижу. Я штормов больше. Зелки на мэйне справляются по чуть-чуть. Двадцать шесть пробок, тем не менее, уже никто хашу не вернёт. Сорок шестьдесят семь. Ну, а, вот на второй, ё-мо. А это потому, что как с димага, ё-мо. Не застройка, а проходной двор. Ну, что мешает сюда ещё один гейт добавить? Ресурсов миллиард просто. Контр-врывов никаких нету. Добавь просто нормально гейт. Поставь зелка и не ворвутся к тебе собаки так. Кстати, товар хороший от хаша идёт. Ещё архон, зелков с мэйна надо забрать. По боевому лимиту вообще вровень идут. И сейчас ещё один варп от хаша может быть. Если он пойдёт вперёд, у Рейнера Бэйнов мало как бы. Он может что-то пробрить. Но хаш вообще делает самое идиотское вообще, что он может сейчас делать. Он стоит на месте, не отстраивая рабочих. Я-то понимаю, что ты рабов добавлял в перспективы перехода в четвёртую. А он стоит и просто строит что-то там боевой лимит. А смысл? Иди-то со штормом, пытайся убить. Так, здесь потом капилон. Здесь проходной двор. Чё сейчас два амурта? Сейчас greater spire будет у Рейнера. Если бруда брудов дойдёт, то всё уже, ничего не сделать будет. И призма есть. Всё ведь есть же. Ну, боится, то есть в обороне заштормить, когда на тебя ломится, это одно. А выйти в атаку, увидеть позицию зерга, особенно на крипе. А ведь у него там крип-то есть. И там заштормить, это уже совершенно другой расклад. Так, третью атаку паш делает. Зачем? Четвёртый нит пошёл. Занял позицию на ксилнаге. Юнитов много, но о брудах-то он, видимо, ещё не это не подозревает. Здесь опять совайки забегают. О, ничего себе. Всё-таки стенку в итоге сделал. Ну, так что вархон только заслоняет. Не знаю, призмы. Четыре зелка в призму посадить сюда. Привести, варпануть одновременно сюда. Атаку сделать. Хаш не знает просто, что у грудов выход идёт. В общем, проблема. Перед фееридом подкаст всё в порядке. Нексус отменил четвёртый хаш. Сейчас хаш у Рейна. Идёт ещё варп. Сейчас будут ещё архоны. Плюс семь зелков. Ну, на лом-то будет, не? Пока на лом что-то отсутствует. Восемь грудов – это хорошо. Но, если землю проштормить нормально, а земля там реводжеры плюс бейлинга, земля там мягенькая у Рейнара такая, которая может упасть очень-очень быстро, то грудов можно будет авархом сталкеров убить. А, нету, нету блинга. Ну, тут даже с даварком, короче, тяжело будет. Груды есть. Идёт вперёд Рейнар. Не, архоны вообще против груды. Похладно. Отступи, хаш! Не лезь вперёд на брудов! Не надо, конечно. Куда какие? Архоны просто бесполезны с брудами, ребята. Почему так? Да потому что не даёт Рейнар хашу уступить, хаш принимает бруд. Штармы будут. Штармы пошли, но почему столько на реводжеров, а на бейлингов то штармы не кидал. Призмой надо контр-врыв делать быстрее. А толку? 106-164. Не, бруды здесь вовремя у Рейнара подстроились, как бы и лимит ультимативный. Получился. 1200, блин, зелков, сюда вези! Третью убить! Вообще хорошо зашло бы. Хаш стоит что-то на месте. Он просто скорее играет на Европе, поэтому требовать от него какого-то супер-дикого контроля я бы не стал бы. Он и так контролит по максимуму. В это время хаш идет в размен. И, кстати, бруды ничем не прикрыты. Ей сейчас пару грелок сможет отстроить хаш. Смотрите. И выпилить брудов дома, и здесь разменяется. Это для него минимальный хоть, но шанс. Так, или домой он хочет ТП сделать сейчас хаш. Или на муви отступить. К третьему нексту, смотрите, можно отступить. И четвертый ведь есть у хаша. В центре пытается славить Рейнара. И ведь ловят реводжеров. Посмотрите, пару штук. Шторм прошел. Грелки начинают брудов запиливать. Вообще нечем прикрыть. Если хаш еще здесь победит, это же вообще лол будет. Так. Фаербулы мимо грелок летят. Уйди ты, Рейнар. Ой, хаш. Очуметь просто. Развел молодого просто жестко. Хаш сейчас в это время зелки крошат последнюю добычу. Я в шоке. Лимита большего протаса это такой переворот вообще. И это обидно очень для протаса сейчас. Третья грелка прилетает. Все. Нексус четвертый. При этом даже сучил второй. Защитил второй. Жив. Пробки стоят здесь. Газы кончились на мэне. Девять. Поехало. Сейчас три плюс Архона еще добавляет. 112-23. И все. Третьей базы нету. Даже призмы потери здесь ничего не значит. Рейнар вообще без добычи. Вот. Принятие решений. Уровень кореец. Уровень хаш. Понял, что бруды без прикрытия. Пошел размен. Стянул часть сил протаса наземных на размен получается. И в это время зерк, он думал только о том, как бы ему экономику спасти. Он не думал о том, что 10 аргейтик на мэне, из которого грелочек пару вылезет и убьют брудов, которые по воздуху не бьют. Будь у него 4-5 караторов, все было бы нормально. То есть, даже не то, что грелок убить, хотя бы дать с время брудам отступить вообще. В тугрелки им не давали ведь отступить совсем. 4 бэна заходят. 8 пробок минус. Покатились на третью, но там фотонки есть. Все равно ухаживаю все в порядке. По технологиям, по всем параметрам. Один лорд-лорд, здесь и релоджеры. Ну вот, релоджеров много. С Микозом теоретически что-то можно сделать, но только теоретически, по-моему. Шторм, тем более, у Хаша есть. То есть, есть фидбэки и есть три Пси-штормовика с полной энергией просто. Так, выходит рейнерок. Вперед. Хаш идет. Его гонит сам. Один руд-лорд. Здесь много брудлингов на спамить не может. Грелочек сплит пошел. По мне показалось, грелка уже перелетела. Фаербула. Не, не перелетела, оказывается. Одна, так что грелка даже минус. Четвертый хаш добывает. Рейнер сам четвертую поставил хату. Дистанс майнинг надо туда переводить уже. Ну, шанс давать. Рейнеру тоже, я не знаю. Сейчас он инфесторов, если наделает с таким количеством фаербулов, тяжко будет. Здесь три атаки у Протса. Вот этот синенький Грейт, он один, как бы кажется. Ну, только атака кажется. Но три, когда это... Ой-ой-ой. Это 47 побил юнитом Архона. И 26 и 65 иммортал, соответственно, по обычным, по тяжелым. Так, вон там есть минус грелка очередная. Надо было на разогреве инфестора убивать. Пытаться. Инфестора, кстати, по-моему, с бонусом ли там инфестора убивают эти. Хотя он всего них юнит не должны. У них чуть карава сверху грелки быстро слишком инфесторов выпиливают. Мостушка большим количеством их выкусишь. Хаш, ёма, он бегает по этим, по фаерболам сейчас. Отступает по имморталу проход. Хрена себе он там выдержал просто. Там штук пять попало. Он же всего сотку энергии втягивает. Ёма, минус Рейнер. Отлично вообще, красавец. Хаш. Финал. Нерчо против Хаша. Бу-5. Ждем начала. Ну что ж, не будет у нас за ЛЗ. Хаш наш спасает от этого мясоедства, блин. Заргоедства друг друга. А мы посмотрим ПВЗ. что-то сказать. Тихо. Нерчо. Читом. Продолжение следует... 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 Так, все, ребят, всем ответил Даша мне писала Что там писали, пацаны? В контактусе Вот Всем ответил, все нормально Всех вот раз видеть Всех приветствую Ну а вы помните про поддержку у меня и моего канала Подписывайтесь на премию Отключайте адвок Поддерживайте по реквизитам или через плеер Мы ждем старта Чуть общего премия у меня мало Последние они смотрят канал Прям даже странно как-то Отключите адвокат Отключите адвокат Продолжение следует... 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 вот а ты блин она аналитик на уровень бронза чатика вы даже не тянешь на топовую чё ты блин кое-мо корее о чем ты вообще говоришь и мы в корее аж это может не самый сейчас крутой игрок но он один из лидеров в любом случае стремить буду финал сколько пойдет только и буду его стримить ребят каш играет 300 гейта грилки с эти идея хорошая почему потому что у с такого старта великолепного для просто играть в воздух одно удовольствие корее все ладор как бы и про уровень уровень турниров надо сравнивать многие про геймеры вообще там на ладовка и особо то и не играют поэтому там искали ты многие там в топе у корейского лада что это дает ничего не дает до уровень как бы тренировка но все проигрывают самым лучшим в 6 грелок вылетает вперед я тоже так люблю делать всегда если такую полуармадную тему как две королевы обнаруживают х3 королевы 6 грелок ой как они их моментально сейчас изничтожат просто жесть как выпиливают хаш даже без разогрева да даже без разогрева хату выпиливать 45 дронов минус и от на его месте еще подальше бы пролетел вот сейчас так как угасно чем газ то ема чем разогрев рубал не пойму можно залететь на вторую да все тут гг по моему от грелых от этих на третью телепорт дамы ухаж делать на халяву как твны прошли а че никак они прошли здесь оказалось дырка в стенке халявно но все никакого даже близко при дэмэджах нерчу нерч хашу не нанес здесь несколько зелков пошли к четвертому нексусу занимаем не несколько а восемь штук даже я бы сказал бы 7 зелков один адеп один адеп в рампе плюс сэн 3 еще плюс еще три грелки а в это время оверы на мэн залетает смотрите ой оверы грелки на мэн залетает няч оверов повел просто 6 на муви сейчас потерял ночью хорошее действие 3 500 на 800 по лимиту так плюс два на воздух сколько грелочек потеря этого 15 грелок 2 карты вот трасса карты ну правильно просто голых грелок голых грелок нужно можно законтрить микозом в халанс гидрой просто в особенно если в стейке словить там в куче как бы пачку большую тот там вообще печаль будет поэтому свитч идет в карьеру все правильно абсолютно стабилизировал стабилизировал ситуацию грелками выходит камеру сейчас по-другому предпочитают просто сразу карьеры через землю и потом уже если каратора узор грелок добавлять здесь роба заказа роба нужно для того чтобы запилить сеть их об серверов туда карматки достижение х 1 серебро будет результат достижения достижениями но корейцев без особых достижений которые любого европейца как ну в принципе не корейца а я рядом с польшей живу ну это грубо говоря совсем я не рядом с польшей живу мы я думаю что хотя нет нет здесь не должно у нерча бомбить он все таки с хашем играет хотя если как-то адово армадой три раза хаш пробрейт его нерч может бомбануть вспышку я может быть замечу вот калининградскую область может и сплэшем задеть немножечко но так 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 Фатонками вообще по периметру Хаша Ну 200 в 200 в итоге В общем-то друг напротив друга Летают пацаны сейчас Третья атака у Хаша, у Нерча шпиль Делается Первый, кстати, шпиль, что ли В это время зелки прилетают на 9 часов Начинают шатать У зелки играет первые на поля Делается второй То есть в итоге что мы будем иметь Армады будут тремя атаками с полями Если архонов не добавлять Они будут очень жирные, потому что поля грейженные Но без атаки наземные тоже Не очень, они там прям Сильные, что-то пробок Хаш тут попрогревал Зачем? А, в серверов хочешь добавить, что ли? Целенаправленного убил сейчас Несколько пробочек Да На каррера лимит Да, на одного каррера лимит Сейчас высвободил Три зелка Или даже на зелков варп Я даже ХЗ на что? Нафиг эти зелки вообще уже Идти убивать поравлен Здесь и вайперы, и инфесторы Далнирчу, а жить в такой игре просто хаш В итоге там экономика просто сильнее Все сильнее Есть штормовики, конечно Здесь со штормом Это очень опасно Но Мне кажется, надо было раньше облететь Просто как-нибудь на мейн Там бой принять в ТУ И все Ревелэйшн кину Хаш Видит инфесторов Видит вайперов Но тут фидбэки нужны Даже больше, чем шторм, наверное Редактор субтитров Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, здесь четыре Дарка. Архонов они развалят сейчас легко. Ой, четыре Дарка. Ультралов, конечно, они легко развалят. Не Архонов. Так, один Ультралка там в тыл побежал. Надо Дарка послать на то, чтобы выцепить. Здесь притягивается Аракул. Пытался уйти, не ушел. Сколько же спорок сейчас. Хаш дает мне в чудо настрой здесь. Уже под 30 штук здесь. Королевы падают. Не врал, пошел. Один не врал, пошел. Микозы прямо нагрело. К зеленку туда в пачку просто. Зеленки больше надо кидать. Сплиты у Хаш отсутствуют вообще. Зеленка-то есть еще. Все, зеленки нет. И слишком мало дэмэджа Хаш получил. Штормов что-то я вообще не наблюдаю. Еще один такой врыв, и грелки развалятся. Вот в чем минус того, что ты спорки дал построить. Прикол в чем? То есть, если ты вначале делишься, пока инвесторов немного, можно элементарным сплитом все законтрить. Сейчас, если сплитанутся, просто будут вайперы, грелок с краев просто. Выцеплять. Ну, если фронт широкий сделать. И на спорки притягивать. Все, до любых юнитов. Зерку сейчас лезть не надо. Вот у него противовоздух какой. Здесь уже темпистов надо добавлять, я думаю. Так, ну, заневролить всех не получается. Здесь бы забегание еще на дальнюю сделать. Еще началось состояние какое-то. Оракула не смог высыпить сейчас нерч. Это у спорки ближе переводит. Грейды-то у нерча мертвые. Воздух 0-0. Три фокция на ультралов. То есть, ни гидра, ни какие юниты не имеют. Атаки достаточно. То есть, хаж все равно здесь в хлам, скорее всего, разваливать будет. То есть, вот, архоны сейчас с тремя грейдами на поля будут. Грейды отсутствуют. Вообще в мясо. Просто в мясо хаж. За счет грейдов. Вот реально. Сейчас за счет грейдов хаж унижает просто. То есть, зеленка не прошла. Ничего не прошло. Посмотрите на потери. Прямо через спорки, через все. О, сбривает. Ну, это чушь то, что сейчас не делает. Без грейдов пытается такую тему закончить. Это не работает вообще. Это просто не работает. Ну и все. Сейчас хаж идет выпиливать. Дальше все без потерь. 144 воевого на 73. Только интерцептора будет некоторое количество сейчас терять хаж. Как бы юнитов он здесь не потеряет. Все, у архонов три отиграет на поля. Они невероятно прочные. У нерча, да, гореть начинает. Без ггнчика ливает. Вторая карта. Фух. Заходим. И... 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 Продолжение следует... Так, погнали, ребят. Вторая игра. Хаш против Нерча. 1-0 повел Кореец. 1-0 повел Кореец. 1-0 повел Кореец. 1-0 повел Кореец. Да, так. Стенка. Ну, Хаш такая же стенка была на этой карте. Abysl Reef. Здесь не пройти получается. Здесь кибернетчика, здесь пилон. Вот у нас проход тут. Ну и наверняка опять стергейт. И Хаш вообще ничего, кроме армады. На Европе что-то не пытается играть. Ну, он умеет другим стилем играть 100%. Но, видимо, предпочитает пожирнее юнитов строить. Попроще контролить было. Вот, собственно, и всё. Так, плюс сталкер делается. Зелочек проходит. Ну, всё стандартно. Опа. Ну, даже Хаш понимает, что с нефтьчом все игры в армаду играть. Нефтьч построится. Играет Твайлайт первым. Ну, ведь можно через Твайлайт Глеба выйти в армаду. Почему нет? Более нефть первый, я так понимаю. Он был, да, здесь. Залетает Оверс. Может ли Хаш его убить? Вопрос. Овер минус. Пёс грозёт пилон. Ничего страшного. Грубая Даркшайн. Так, с одного гейта, что за идиотизм пока что происходит? А, ну три гейта Хаш добавит. Всё, я понял. Это билд как с демагой. Я думаю, что навряд ли Хаш другого что-то сыграет. Это билд Архона Харас плюс выход в блин без грейдов пуш. Архонами двумя призмой и блинг с толкерами. Сможет ли Нерч? Вот тоже примерно что демага Нерч делает. То есть строит рабочих. Третья есть. Роуч Ворон Лэйр. И получается что? То есть если Нерч поймёт, что происходит, его задача отстроить рабов там до 50 где-то примерно. И, ну может 55, навряд ли до 60 успеет. Просто Линго Роучи мастит и всё. Ну Рейнер это понятно, что не Армадой. Да и здесь он не Армада уже точно. Да и блинг пошёл. Призма летит вперёд. Гиты открылись. Есть Спорка, кстати, здесь. Вейр есть, Уверсир есть. Да, есть Уверсир. Четыре Дарка вперёд идут. Три с Косой, один с Мечом. Здесь три Роучи. Четыре Роучи здесь. Хаш забирает Дарку. Даже не стал по одному забирать. Типа, знаете, что там один демагеный, потом остальные, остальные, остальные. Собаки забегают. Проверка здесь. Третья Нексус фейковая. Даже Хашу не закатить. Пусть шлинги здесь законтраливаются. Может ворпануть пару-тройку адептов, отогнать их всё-таки. Архоны стоят. Архоны не должны стоять, они куда-то лететь должны. Архоны пошли непонятно куда. Без призмы. Хаш, что ты делаешь? Хашу сблевает сейчас. Нерчу, точнее, Хаш. Архоны заходят. Так. Одного Архона раньше посадил, наоборот, было забрать ближнего, потом дальнего. И Хаш сначала дальнего забрал. В итоге Архоны неравномерные получились. Один полный с полями, другого полей почти нет. То есть нужно сейчас вот этого жирненького использовать. Нексус 3 заказан. У нерча гидра пошла. То есть нерч понимает, что сейчас происходит. Квали имеет он в плюсе. 50-ой. Даже 60 успел воровов. Погодите, а сколько у демаги в той игры было? Ну тут совсем другое. Макрут уже гидророуч попёрли. Видите, как-то у нерча прям всё чётко вообще к этому билду. Хашовскому получается. Демага тоже много. А, он больше 60 строил демага. Я помню, там что-то у него вообще много, по-моему, было. Вот. И идёт выход, как вы видите. Переблинкерск. Квак. 53-61 по лимиту. Всё, надо двигаться вперёд. Что и делает Хаш сейчас. Нерча реально много. Чуть повыше подниму. На Контрол, не на Шинзе. Переблинк такой агрессивный. Выпиливается Призма. А хватит, нерчу тут юнитур подбиться. Захватает. Без Призма вообще печали для просто. Технологии нет. Ещё нет, до Варпа нет. Если просто дизерк прогоняет такую ситуацию, ну всё вообще. Королеву пытался подрезать, и то ушла. Нет, это 1-1, ребят. Очень быстрая игра получается. Такая 7 гидролистов заказана. Но если как-то нерч не затупит, не начнёт здесь сидеть тупить, чего обычно от нерча не происходит. И тогда как-то хаш сможет. Я даже не знаю, что он сможет. Но строго, разве что, дестабилизаторов здесь может быть. Да нет, там, да, да, вот. Разве что в дестабилизаторов выйти и третий нерч. Ну, грейды по нулям тут даже это не поможет, я так думаю. Ну, с нерчом как будто улыны такие, понимаете. С нерчом улыны, либо эсты по уровню исполнения просто жёстче нерча там. Ну, или как нерч? Потому что нерч не хуже хажа, я думаю, лучше он исполняет. То есть, если ты какой-нибудь статс, там, например. Если ты статс, то ты 3-0. Нерч так, как на еме, там просто вообще шик и всё. Ну, или там подобное процессе, как бы. Хотя, как статс, сейчас что-то даже никто так жёстко не делает. Вот. Либо, если ты как-то врасплох его застал, получается. Ну, а уровни исполнения может быть один билд, но сверхотточный. Я думаю, если бы это Корея была бы, да, тут как бы у Хаши другое совершенно исполнение почти видно было. Пока что так, 158 на 85 по лимиту, двукратное примерно преимущество по общему лимиту. Идёт Нерч вперёд, Хаш отдалит, отгоняет, будет в центр выходить. Нет, пока что-то Нерч не спешит. Дождался дестабилизаторов уже. Сколько у него там есть? Один сейчас. Первый выйдет только, судя по всему. Свалил у Сталкера, Нерч пытается окружать Сталкера. Попадают в засаду. Куда ты, Хаш, пошёл? Некуда бежать. Фильм, блин, тут получается. Погоня идёт, Гидра, Роучи встречают. Просто везде Сталкеров прессуют. Никуда не денутся. Там группа уже в эту сторону идёт. Ну всё, зажал Нерч Хаша бедного. Да куда там? Я внутри Сталкера полудоху. Всё, небольшая группа за ними пошла. наклавливают. Нет, всё, идёт убивать уже. Ну да, два дестабилизатора. Но что вот эти Сталкеры могут сделать? Даже если они сейчас во всю армию попадут, жёстко, а они попадают буквально там 4-5 юнитов, даже 3-4, я бы сказал, забирают. Вот, то есть ничего с ней решит. Вот этот пожёстче попал. 6 добрал юнитов. Ну тут минус 3-е Нексусы, минус Хаш. Очевидно, да? Файрбольчики на рамку. Нерч убрал, Нексусы уходят. Ну и Хашу говорит, иди, атакуй, ГГ пиши. В общем-то, тут по-другому никак. Хайф пошёл. Грэдли Коготь на лингов одна рейнджовая атака. И делается вторая рейнджовая атака. Уже, кстати, 30 секунд готовности её. Я думаю, игра может даже раньше кончиться, чем она доделывается, потому что вот, нет, да, загружает. Стабилизаторы, конечно, бомбят жёстко. Но всё равно, ГГ, да, даже атака не успела доделаться. 1-1. 1-1. 1-2. 1-2. 2-3. 2-3. 4-4. Фрэйвовую игру. 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 Так, глеф и призма. Глеф и призма. Два газа. Нет, мне показалось, что сейчас какой-нибудь глефа улын попрет. Но нет, вроде как. Это хара с глефами. При этом мы плюс два газа на втором Нексусе. И выход, судя по всему, вот это... Не знаю, может там выход потом будет. Прямо через собаку призму пролетает. Нер сейчас все прекрасно поймет. Здесь лейер Роуч Ворон. Ну, шестью адептами тут проверяют у нас, что происходит, получается. Здесь три королевы ждут нам. А ну и вот, абсолютно верный криптумор. Для чего? Мы учили зерги в семнадцатом году так делать. Вот сейчас призмой была бы минус, если бы нерч не отвлекся вот сюда. Но здесь он адептов хлам, конечно, смял. Да и здесь, короче, три дрона пока что погибли. Хаш даже не пытался покусить рабочих. Призма выжила, но от нее толку нет никакого. восемьдесят восемь, шестьдесят восемь парабам. Делается плинк, иммортал делается. Паржа делается. То есть хаш еще выход какой-то будет делать, не пойму. так, на третью нерчь рабочих переводит. Шестнадцать штук у него там получается сейчас. 57 уж сложности, на десять рабочих больше. В целом лимит только что на тридцаху было больше, но хаш заказался, вот на двадцаху сейчас разница стала. Делается блинк, плюс один, выход на третий нексус идет. Иммортал подстраивается. Еще одного надо делать сейчас. Такому билду имморталов вообще строить и строить только нужно. ПКДшечки, что называется. Четвертая хата у нерча, куготь и атака рейнджовая одновременно. Ничего себе. Два эволюшн от нерча, давно такого не видел. И гидродент пропер. Пролетает иллюзия. Все, сейчас хаш спалит абсолютно. Или нет, не полетел вниз, гидродент пока не увидит, судя по всему. Так. Третий нексус, как-то вяленько раскачивается. Третий нексус. Ну, скоро раскачается. Ну, по лимиту у них, конечно, абсолютно плюс. Сейчас, секундочку, ребят. Четвертый пустал. Черт, в зерусении. Потом забуду, про него расковыряю. Не будет бобо. 8 сентрей, сталкера, 4 имморта. Сталкеров всего 10 штук пока от мамы. Сейчас пятый иммортал уже выйдет. Имморталы, конечно, это сила на такой стадии, особенно. Но у нерчата никакая. Никита Роучер и Релоджер. Линго у нерча. Линго Роучер и Гидра. И Релоджеры тоже будут. Тут Роба Б и вторая Роба пошла. Видимо, в колоссах выход будет плюс дестабилизаторов. Что из этого получится, пока непонятно. Нерч тем временем стягивает все на центр. Хаш оттягивает юнитов своих. А нет, что ходят Роучер. 170, 126, Хаш еще куда-то к центру бежал, что самое удивительное. Что он там хотел сделать, я без понятия. В центре два грейды, вторая атака, второй кухню. Пошел Люркер Дэн и два альцлингов. У нерча 184 лимита. 4 овера делается, соплай блока сейчас не будет. Бэйна добавляет. Сюда есть вперед. Луды от Хаша знатные. Идут такие. Боится, нерч, настолько и морковых лезет. И отступает назад. Хаш видит, куда нерча вступает. Вперед даже решил пойти. Да, пошел вперед. Гидральск одного под блинком забрал. Вот та ошибка от нерча. Скорость оверсиром не готова. Была бы скорость оверсиром, сейчас сбил бы и Апса, и Бризму. Но он, по-моему, и так и Апса, и Бризму сбил. На лом, на дальнюю на 9 часов. Идет одновременно в лоб. Здесь нерч ломится, Хаш не успевает. Просто дестабилизаторов сконтролить, филдов нету. Но это Европа, конечно. Так как Хаш скорее, ну а что делать? Ну не может он пилды поставить, надо убивать. Может и на Корее он не застыкал, хрен его знает, так утверждать тоже не очень. Но я думаю, что пинг здесь и задержка очень важную роль играет, когда пилды не успеваешь поставить. Это 2-1 в пользу нерча. Абсолютно очевидная. Нектус вот этот будет тоже отменен. Сейчас нам фаер-бол патроночек сейчас, но не спешит этого делать. Так, сдохло мышь, Берн. У меня сейчас Lenovo, потому что у меня от них девайсы были, я по ним обзор делал, сотрудничал с ними от троксов получается. Может смотреть обзор на Lenovo, в группе ВКонтакте есть там где-то ниже, надо порядочно ниже искать. G100 до этого я пользовался обычными логитеками, аналогом MX300, там клик у меня умирал левый на одной или двух мышках, как в Razer в Абисусе проблема была, если много задрачиваешь, походу там везде клик умирает. Знаете, пока все нормально вроде, но она и стоит около трешки вот. Получается Lenovo эта мышь G100 в два раза дешевле, даже больше, чем в два раза. Так, что-то нерв тянет? 200, здесь 100. HH идет вперед. Да, а мне успокойся HH, ну куда-то. вообще все, полопалось в план. Один дестабилизатор только там попал куда-то не очень. Еще и пофокусить несколько успел, HH все равно что-то не дает. нерв тянет. Скорее, СТТ пишет, HG. Сожалеет. Нерч, разозлившийся после первой армады, убивает его сейчас. 2-1 нервч. Игра следующая может стать последней, но надо Нерчу тащить тогда. Игра следующая может стать снял. Не тянь, но есть Продолжение следует... 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 Ходил адек, ничего не убил, и домой уходит хашим сейчас. Пошли спорки, нечто спалил Старгейт. Спалил Старгейт? Спалил. Чё с это уже овер сюда успел улететь? И ныкает с оверами этим вообще куда-нибудь в самый угол залететь, пусть там висит, что версиры сделают, а может и не заметят зеркал. На третий спорку, кстати, нету, а будет вообще. Чё-то пока не видно. Королева потом спорку сразу же нирш пилит. Да и оставить её пусть будет, она у меня минеральная линия здесь нужна на этой базе. Бейлинг Нест, 14 лингов нирш делает, уж не Бейлинг Бастли здесь какой-то будет. Нет, оборону от адептов он не видит. Есть Твайлайт, нет Твайлайта. Твайлайт, кстати, будет, но... Так, и Робо, и Твайлайт вообще. То есть в этот раз тоже нет ни Армада. Обманут! Лайнгеймс идёт. Покажешь, молодец в этом плане. Ему тяжело всё равно нирша переконтролить и убить. В чём Майнгеймс? Сейчас нирш увидит грелку, подумают. Наверное, 300 гейтогрелки. А здесь свитч в Робо Твайлайт. Тут всё можно добавить сентрей, сделать форжу, заказать плюс один. Там Блинг или Глеба заказать и колоссов наштамповать. Несколько штучек нирш будет как раз таки готовиться к Армаде, а у тебя земля будет. Против гидры неплохо может зайти. Так, пять гейтов хаш. Добавляет сейчас. Три на мэйне, два на третий. Три есть, восемь гейтов. Это восемь... Ааа! Всё понял. То есть это фейковый третий никсус вообще. Вообще пробок нет. Поймёт ли нирш? Двадцать лингов заказывает сейчас. Лингов будет реально много. Бэйлинг Нест есть. То есть нирш, кажется, понимает. И роучи сейчас попрут. То есть бэйны дома. Тут ещё даже хаши не вылетел-то особо. Призмы вперёд. А уже нирш готовится. И уже готов, по-моему, он. Пошли роучи. Первый, второй когуть уже делается. Так, на мэйм счету в одном гасе два рабочих. Ошибка. Но это не какая-то жёсткая ошибка. Лингов бэйлинги есть. Рэд Рэмс. Колоссы. Не надо сравнивать Вул и Лотов. Даже Холд, тем более Лотов. Колоссов-то играть-то играл. Здесь и колоссы другие. А самое главное, у Зерга юниты совершенно другие. Ой-ой, масса адепты заходит. По боевому-то лимиту хаша не меньше, чем нирша. Бэйлингов не хватает. Я говорю, хаш, тут нирш подготовился прям. Ни хрена, что-то нирш здесь никуда не подготовился. Дронов надо отводить. Но 10 роучи ещё строятся. Я думаю, что нирш здесь сейчас побегает-побегает и затерпит в итоге. Всё-таки врываются адепты в роучи. Дроны плюс Линги плюс роуч принимают бой. До варп ещё адептов идёт. По лимиту очень близкая ситуация. 16 дронов минус. Не понимаю, терпит нирш или нет. Ой, какие роучи дэмажные. Адепты столько много, что они даже роучи здесь разваливают. Прилетает грелка. Грелка помогает. 60 лимита на 90. Но у нирча весь боевой у нас до заказа. Но этого достаточно. 50 на 100. У него четвёртая хата при этом есть. Так, адепты не стали телепортироваться. Сел, хаш, улетел. Шесть дронов заказано. В общем, плохо всё у хаша. И рабочих, главное, на третий Нексус не строит. То есть собирается продолжать улыбну. То есть печально у него всё. Готов нирч побеждать, по-моему. 83, 121, 56, 42. Боевого лимита всё ещё больше. Адепты врываются в королев. Где роущи-то? Которые их должны спасти сейчас. Вот они роущи со скоростью подходят. Королева одна всего осталась. Призму поэтому покуснуть-то нечем будет. Адепты мимо третий врываются. Второй они врываются. Здесь эволюшн пошёл. Спорка. Заказ две королевы. Здесь есть иллюзия. Время хаш вообще назад попёр. Чё-то у вас может интересно забрать хаш? Вот ничего не знаю, того не знаю. Часть роущей приходит сейчас убрать адептов. 82, 129 по лимиту. Здесь роущи пытаются принять на телепорте адептов. Но никуда хаш не телепортируется. Несколько пробок уже перевёл хаш на третий Нексус. Небольшую добычу начал, потому что здесь мейн кончается. Вообще надо ещё перевести больше. Адепт всё новое-новое варпится. Проблема в чём? У Нерча уже два когтя. Я понимаю, почему он бэйнов-то не добавит? Здесь просто с двумя когтями несколько бэйнгов взорвутся. Если так вообще в хлам разводят. Ну всё, Нерч зато гонят уже. Здесь рейнжовую атаку надо бы делать. Нет чё-то. Роущи адепты шатают жёстко причём. Сейчас ещё адепты подходят. Пытаются зайти. Можно обмануть сейчас эти роущи. Телепорт адептами не делает хаш. Идёт четвёртая хати сейчас. Частью надо за адептами гнаться, а частью не гнаться. Сейчас вот понятно было, что у хаша не было выбора. Ему пришлось сюда телепортироваться. Зачитаемый момент очень. Так, адепты королев шатают. Адепты телепортируются ко второй. Здесь роущи очень много встречают. Спорт, что выкапается, перекапается. Нерч сам себе пройти не давал. Видимо, поэтому сейчас так он сделал. Сплитанул. Роущи 160 на 86. Роущи перемасил, конечно, здесь просто невероятное количество. Но хашу в лоб не выдержать будет. Здесь 2 эмортала есть. Но это всё, что есть вообще у хаша. 60 на 140. Всё, всё, нерчу. 108 на 22 полиметра. Четвёртая хатка есть. Дронов просто заказать ещё. Есть закупка, кстати? Нет закупки нет. Всё подземный мух нерч делает. Ну а чё подземный мух без закупки? Здесь 6 сентрей, 2 эмортала. Не-не-не-нерч, куда ты лезешь-то? Решёл в луке. Так-то не надо. Да нет, решил, что он слишком силён. Так тут ещё проиграть как с куста можно. Самая-то экономика практически нулёвая. Заходит нерч под третью базу хаша пытается. Так, подземный мух сейчас будет. А вот закупки нет, что самое интересное. Королевы на центре ходят. Призма летает за роущей реводжерами. Королева меня же пытается вкуснуть. Не, хаш внимателен. И хаш делает выход 4 эмортала. Зелки и адепты. Неужели хаш не хочет сыграть дальше какой-то макро? У него экономика не ахти. Мейн кончается. Он хочет именно выходом убивать. Таким вот. Здесь неж приходит на другое направление. На ксилнагу. Здесь отступает. Понимая, что хаш сам заходит. Адепты что-то на ксилнагу телепортнулись. Хаш на хайграунде. Часть юнитов в тыл забегает. Все, пошел за место. Я чуть не расслабоюсь. Ой, какой полукруг. Ксилнаги пришли. Окружен хаш сейчас. Призму может покуснуть. ГГ 3-1 нерч. Ну, на Европе не надо забирать сотку евро последнюю. Нерч об этом, кажется, сообщает все-таки. Фу, ребят. Адски я просто устал. Спасибо всем за внимание. Помните, прошу поддерживать меня и мой канал надо. Подписывайтесь на премиум. Уключайте adblock и поддерживайте реквизит писание через player. Ну, и приходите завтра обязательно на Go. Ой, я уже заговариваюсь на GSL, ребят. Приходите обязательно завтра. СУ против SOSA 12-30 по московскому времени. Постараюсь, может, пораньше стартануть. Ну, блин, я не высыпаюсь уже. Это третий день, как бы, если я не буду спать, не высплюсь. Вот. Ну, я постараюсь сегодня выспаться. Ну, вообще, там, по идее, человек урок просил ему с утра провести. Не знаю. Если смогу встать пораньше, можно заморочить на урок. Если не смогу, то тогда, может, на часа полный, ну, 40-час пораньше стартану перед GSL. В общем, всем спасибо за внимание. Запись будет на ютубе этого турнира. Выложу ВКонтакт. Увидимся, ребят. Всем пока. До завтра. Ну, и не в час победы.